Добрый вечер, дорогие друзья! Все, кто сегодня смотрит телеканал «Импакт», у нас для вас хорошая новость, потому что в эфире еженедельная программа «Влияние» и я, Роман Горбачевский, сегодня ведущий этой программы. Поэтому я желаю всем хорошего вечера, пусть радость, мир и любовь пребудет со всеми вами. Мы будем сегодня, дорогие друзья, говорить о прекрасной теме, которая, я верю, она интересна и поучительна для всех людей, живущих на этой земле. Мир непрост, совсем непрост. Поется в одной из песней, что много бурь, тревог и гроз, но есть жив Господь, который сосредоточен на нашей жизни для того, чтобы помочь, для того, чтобы утвердить, для того, чтобы поднять каждого человека, который нуждается в этом. У меня сегодня, дорогие друзья, есть прекрасные гости в этой студии. Это мои друзья, мои соработники, мои сотруженики, мои лучшие приятели, которые Бог даровал их в мою жизнь. Это служители, пастыря и декона в церкви Life of Victory, что в переводе обозначает «жизнь победы». Итак, я хочу сегодня представить их для всех вас, которые смотрите эту прекрасную передачу. Итак, пастырь, второй пастырь церкви «Жизнь победы» брат Василий Боришкевич, он сегодня присутствует вместе с нами здесь. Брат Василий, мы очень рады тебя видеть здесь. Пусть Бог благословит. Благодарю. Также дьякон церкви, учитель церкви Владимир Триско, он сегодня присутствует вместе с нами. Спасибо. И я верю, будет хорошее время у нас. А также дьякон церкви Игорь Жуковский своим присутствием. Ты благословил нас также. Всем большой привет. Хочу, дорогие друзья, сказать в том, что я очень радуюсь, когда вижу молодых людей, которые держат в руках знамя победы имени нашего Господа Иисуса Христа. Флаг победы. Потому что жизнь и служение, смерть и воскресение нашего Господа Иисуса, она перевернула весь мир и человеческую жизнь. И вот факел веры сегодня мы можем нести среди народов, племен и языков. Так как пишет в Писании. И поэтому сегодня мы будем рассуждать с вами в Писании. Я хотел бы сделать такое маленькое предисловие. Тема, которую мы будем обговаривать сегодня, рассуждать, это новое рождение. Рождение свыше. Очень, знаете, трудная тема для понятия. Очень много разных, разных мыслей существует в мире на эту тему. Но маленькое предисловие. Ночь. Давайте мы все представим себе вместе с телезрителями. Ночь. Стук в дверь. Нарушена тишина иудеи. И вот Иисус открывает дверь и видит стоящего человека, одеяние которого указывает на то, что это непростой человек. Он принадлежал людям, которые были весьма уважаемые среди иудеев. Это был фарисей. Его имя было Никодим. И вот этот человек, он, обращаясь к Иисусу Христу, он говорит ему слово. «Знаем мы, что ты учитель, посланный от Бога. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если Бог не будет с ним». Вы знаете, что Никодим, это был человек, которому была небезразлична ситуация иудеи. Небезразлична. Он ожидал мессию. Потому что на то время иудея, она была полностью под влиянием Римской империи. Законы, правительства. Они были, они были, расширялись по всей иудеи. И поэтому, и Никодим, он ожидал, он ожидал, когда придет мессия, для того, чтобы освободить иудеев, для того, чтобы освободить израильский народ, для того, чтобы Израиль, как нация, была первой среди всех наций и враги Израиля, были, наконец, полностью уничтожены. Но вот смотрите, в чем состоит вопрос и в чем весь секрет и смысл темы, которую сегодня мы будем рассматривать. Ожидая ответа, возможно, на основании его свидетельства, он думал, что Иисус, возможно, имеет ответ, или день, или час, когда придет это спасение, когда придет решение и ожидание для всей иудеи. Но Иисус дает ему ответ, тебе надо родиться свыше, для того, чтобы увидеть царствие. Тебе надо родиться свыше. Дорогие мои братья, дорогие телезрители, Я верю, что сегодня этот вопрос, он интересует и нас с вами, по ту сторону телеэкрана. Возможно, есть люди, которые читали Евангелию от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. И этот вопрос, он сегодня пришел и в вашу жизнь. Так вот, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы мы сегодня немножко размыслили о том, вот вопрос, как мы понимаем сегодня слова Писания, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Я думаю, что рождение свыше, оно происходит в момент, когда человек, он кается перед Богом. То есть покаяние, это осознание своего греховного состояния и понимание того, что то, что я делал до этого времени, оно является абсолютно неправильным. Со своей стороны, Бог дает человеку рождение свыше, то есть другую жизнь. То есть, если посмотреть на вот этот акт, который происходит, со своей стороны, человек делает шаг, это покаяние. С другой стороны, Бог делает, со своей стороны, он дарует человеку новое рождение, новую жизнь. И даже если посмотреть на само слово рождение, мы видим о том, что оно не может зависеть от человека или от ребенка, который рождается. Например, никто из нас, он не знал о том, где мы родимся, когда мы родимся. Никто из нас до своего рождения мы не могли этого предвидеть. Об этом знали только наши родители, которые планировали нас, которые молились о нас. И поэтому рождение, оно зависело от наших родителей. Также рождение свыше, оно полностью зависит от рождения, которое дает Бог. Это дар Божий. То есть, с нашей стороны мы каемся, мы приходим к Богу, и мы получаем вот этот дар, это рождение свыше от Бога, который дает Бог. Очень интересно. Я бы хотел дополнить мысль и слова Владимира. Это то, что в смысле, что Бог, Он своей стороны сделал, и сделал этот акт. Христос пришел на землю, и Он открыл нам дорогу для рождения свыше. Но так как и Никодим, Он задал Христу вопрос, ну а как же человек может родиться свыше? Да. Будучи, и Он говорит на Себя, Он уже был старшим человеком, Он говорит, а что, как я стар, Я могу назад войти в утробу матери? И Христос здесь, Он открывает вот эту истину, что именно от воды и духа. И вот то, что ты говоришь, та сторона предусмотрена как бы нашими родителями или нашим небесным отцом, это рождение от духа, оно предусмотрено нашим Богом через вот эту жертву Иисуса Христа. Потому что Дух Святой, Он не может прийти в нашу жизнь и возродить нас, потому что мы люди грешные, мы есть грязные, а Он Дух Святой. Аминь. И вот пришел Христос, и вот дал вот эту возможность, чтобы кровь Его омыла нас, и тогда Дух Святой может прийти и возродить нас. Но вот здесь есть вот эти две стороны, что рождение от духа и воды. И вот это... Я бы хотел тебе перебить, брат Василий, потому что мы будем говорить об этом более подробно, чуть-чуть позже. Мы будем говорить чуть подробнее, чуть попозже. Но я вловил вашу мысль, и я согласен с вами в том, что... Потому что существует несколько таких мыслей, существует несколько теорий, скажем так, что когда говорят о рождении свыше, то говорят просто о покаянии человеке. Или другая теория, которая сегодня имеет место на существование, это говорят, что рождение свыше, это просто крещение Святым Духом. И, ну, если с одной или с другой стороны посмотреть, это, ну, скажем, правильный ответ, но не полный ответ. Это так точно. И я помню, знаете, в школе когда-то, когда ты учил уроки, да, когда ты учил и старался как бы так быстро все выучить, и старался найти какую-то краткую такую формулировку ответа. И тогда учительца мне говорила, ну, ответ не полон, ответ не полон. Если говорить только кратко, там, покаяние или просто крещение Святым Духом. Я очень благодарен вам, потому что я солидарен с вами в этом вопросе, что рождение свыше, это глубокий вопрос, и в нем сотрудничают всегда две стороны. Это сторона Божья и сторона человеческая. И вот в сотрудничестве этих двух сторон рождается вот этот некий феномен, который Библия или Божье Слово называет как новая тварь. И вот у меня вопрос, если вы согласны с этим, вот новая тварь, этот феномен, в чем заключается, брат Игорь, вот этот феномен, в чем заключается вот это чудо? Вообще, если взять глубже и кабнуть глубже, если мы читаем внимательно, это Евангелие от Иоанна, третья глава, когда, как брат Роман уже сказал, когда пришел Никодим, мы эту историю все знаем, но не все придают этому очень важное внимание, потому что вообще рождение свыше, это является, я считаю, что это является доктрина христианской веры. То есть тут конкретно Христос говорит, отвечает, можно сказать, что Никодим, он задавал этот вопрос, он пришел и он сказал Иисусу, он сказал, что мы знаем, мы знаем, что ты учитель, который пришел, потому что таких чудес никто не может творить, как ты творишь. Иисус как бы прерывает его, прерывает его, и он говорит ему, что истина, истина, это третья глава, третий стих, истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Я считаю, что это очень важный вопрос, который каждый христианин должен себе задать, потому что здесь как бы стоит условие, и Христос это говорит Никодиму, учителю Израиля, который не знал это. Дальше мы будем читать, если мы будем немножко дальше, мы читаем, что он ему говорит, ты учитель Израиля, когда задает Никодиму этот вопрос, говорит, как это может случиться, что человек, как он может войти опять в утробу матери и опять родиться, так он ему говорит, ты учитель Израиля не знаешь, мы это может дальше рассмотрим, но это очень важно, это христианская доктрина. И если Христос задает, как бы дает ему ответ конкретно, говорит истинно, истинно, дважды он это говорит, что если кто не родится свыше, то есть не родится, он дальше говорит, от воды и духа, он не может быть. Это жизненно важный вопрос. Это просто вопрос, который должен задать себе каждый христианин, рожден ли я свыше. Потому что нерожденный человек свыше, он не может унаследовать Царствие Божие. А вот почему рождается в жизни человека, правильно? Я согласен с тобой, Игорь, но почему рождается в жизни человека вот этот вопрос? Почему человек не имеет ответа? Смотрите, мудрый человек Никодим, учитель Израиля. Многие люди приходят и приходили к нему для того, чтобы получить от него слово утешение, наставление. Но вот это, что услышал Никодим из уст Иисуса Христа, поставило, или другими словами, просто поставило его перед фактом незнания. Он искал, возможно, в своем разуме ответа, но он не находил. И он дает вот такой детский, как бы, ответ на вопрос Иисуса. Он говорит, я стар, возможно ли вот взрослому человеку родиться заново? Или второй вопрос, который он следующий, следующий вопрос, который он дает, он говорит, возможно ли старому человеку вновь войти в утроп матери своей и родиться? О чем оно говорит нам, братья? Хотел бы немножко заметить, да, это звучит парадоксально, и в этом и заключается парадокс Евангелии для этого мира, когда мы проповедуем, оно звучит нелогически, звучит глупо. И вот это, о чем говорит Иисус Христос о рождении, оно немножко непонятно для этого человека. Плюс странно для того, что этот человек был образован, он читал Ветхий Завет, читал Тору, и он не понимал этого. То есть мы видим, что для того, чтобы родиться или понять рождение, нужно откровение от Духа Святого. То есть образование, твое рождение в христианской семье, твое читание Библии, оно не дает тебе полного откровения, что такое рождение, и оно будет звучать для тебя парадоксально, если тебе не откроет сам Дух Святой. И это очень важно, откровение Святого Духа, чтобы понять этот парадокс. То есть, Володя, ты сегодня говоришь о том, что рождение свыше, оно не приходит от земного. Оно приходит только откровение Духа Святого. Написано, что ныне, когда услышите голос Его, глаз Его, то есть голос Духа Святого. И даже сейчас, когда мы говорим, возможно, вы смотрите эту передачу, вы думаете, они говорят сейчас о чем-то, о какой-то теме, у вас, возможно, возникают сейчас вопросы. Знаете, это не наши вопросы, это не то, что мы сейчас говорим, это вам сейчас Дух Святой говорит и ставит вот эти вопросы. Совершенно верно, совершенно верно. Брат Василий, ты, я вижу. Я хотел возвратиться именно к вопросу, почему, и чуть-чуть, чтобы мы некоторые мысли могли посмотреть, почему люди все-таки задаются этим вопросом. Вот если человек живет, ему все хорошо, зачем ему что-то искать? Но в каждого человека, я так верю, вот заложено вот это понятие счастья, успеха и радости, мира, любви. И когда они живут, и они не находят этого, потому что, как мы понимаем, христиане, что без Христа, ну просто нету мира, нету любви. И вот человек, он живет, может он попробовал в успехе, в бизнесе, или достигал каких-то иных целей, или пробовал алкоголь. И он видит, что как он не старается, вот этого успеха или радости нет. И он тогда начинает задавать вопрос, или это в жизни все? И тогда, вот приходит в его жизнь какая-то мысль, или он начинает где-то слышать, или от проповедника, или может включил импакт-канал, или может где-то и шел, и на улице увидел проповедника, и он слышит, что есть хорошая весть. Весть Иоанна 3.16, Бог тебя любит. Неужели? Бог тебя любит. И вот вопрос рождения свыше, это вот этот первый шаг, начинающий шаг ответа твоего личного, что Господь тебя любит. Брат Василий, не забудь этот вопрос. Это очень важный вопрос, к которому мы обязательно, обязательно возвратимся. Но делая итог, скажем так, делая итог или вывод, будете ли вы согласны с тем, и вы, дорогие телезрители, согласны с тем, что рождение свыше, оно происходит из небес. То есть, это божественное вмешательство сверху в жизнь человека. Божественное вмешательство, на которое не всегда человеческий разум может дать или найти ответ. И вот... Я хотел немножко добавить, я вот сегодня, когда размышлял над этой темой, смотрел разные переводы, что интересно, что в английском переводе используется такое выражение, как born again, то есть рожденный заново. Интересно, что в русском переводе говорится о рожденной свыше, в украинском народженной с горы, то есть говорится о рожденном с высоты или с горы, или с неба, можно сказать. В английском немножко говорится, как бы, новое рождение. И что интересно, если посмотреть в оригинал, то именно в оригинале говорится, что рожденный не просто наново, а рожденный сверху. То есть говорится о божественном вмешательстве небес в рождении нового человека. И вот то, на что наш разум не имеет или не находит ответа, и называется божьим чудом. Вы согласны, Сергей? Мы согласны. На что человеческий разум не находит ответа, оно называется божьим чудом. Хорошо, дорогие друзья, очень хорошо. Если мы с вами понимаем, что это божественное или божественное чудо, или божественное вмешательство, то каким-то образом, каким-то образом оно должно соприкоснуться и с человечеством, и в конце концов, и с самим-самим человеком. Так вот, сегодня, я думаю, этот вопрос, и с этим вопросом и встретился Никодим, да, если мы его взяли так за основание наших размышлений. С этим вопросом в его лице встречается все человечество, и с этим вопросом, я думаю так и верю, что встречаются или встретились люди, которые сегодня сидят по ту сторону телеэкрана. Так вот, сегодня стоит вопрос, каким образом, каким образом, каким методом, или что содействует рождению свыше человека? Можно я? Конечно, брат Василий. Я хотел бы взять это место из Священного Писания, и это Деяние Святых Апостолов, благодарю. Деяние Святых Апостолов, там, мне кажется, очень хороший пример. Давайте мы посмотрим в Писании, вторая глава, 37-38 стих. Слово Божье говорит, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Это мы только что этот вопрос говорили, за этот вопрос. Что нам делать? Это спросил Никодим. Мужи, братья. И 38 стих говорит, Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения греков, и получите дар Святого Духа. Я вкратце, но я хочу сказать, что если смотреть на это место Писания, мы видим, что здесь люди пришли на этот праздник, именно в день Пятидесятницы. И здесь, когда Дух Святой сошел на землю, они услышали вот это свидетельство. Мы читаем из Библии, что когда Дух Святой сошел на землю, ученики и те, кто были хрещены Духом Святым, они начали свидетельствовать про жизнь Иисуса Христа, про Его смерть и про Его любовь. И когда они услышали, и вот это я бы сказал, это первый момент, что рождение свыше, оно начинается в тот, не начинается, оно начало вот этого соприкосновения неба с землей, это когда человек вначале слышит эту добрую весть. Потом они уверовали. Вот эти люди, они уверовали в то, что они слышали. У них появилась вера. Дорогой друг, когда ты слышишь Слово Божье, верь Ему. И когда ты будешь веровать, у тебя есть возможность быть рожденным свыше. И третье Слово Божье говорит, они умилились, и они спросили, что нам делать. То есть они поняли, что так, как они жили раньше, это не есть метод жизни. И что они грешные. То есть должно прийти понятие, что мы грешные, и мы нуждаемся в Господе. И тогда мы спрашиваем, а что нам делать? И Петр, он говорит прямо, покайтесь. Это момент, когда человек должен предстать пред своим Господом, и сказать, Господь, прости меня. Ты святой, а я грешный. И мы потом видим, что Петр дает им наставление. И каждый из вас, пусть хрестится во имя Господне. Это когда мы заявляем для всего мира. Когда мы говорим, вот я даю обещание. Это не есть что-то такое тайное, что я в сердце своем покаялся за свои грехи, потому что рождение свыше, это не только покаяние. Да? Но это, вот это рождение, начало новой жизни. Когда я говорю, я был стар, а теперь я новый человек, Господи Иисусе. И даже вода, земля, мои друзья, они свидетели этого. Хвала Иисусу. Может еще какие мысли? Я может пропустил какой-то момент. Я полностью согласен с братом Василием, с Володей. И вообще как происходит, если мы своими словами просто можем объяснить людям, как происходит рождение свыше? Обязательно человек, как вот уже брат Василий сказал, что человек, когда он слышит, когда он услышал весть о том, что он есть грешник, тогда ему приходится принимать как бы решение. Да. Принять это слово или отбросить. Понятно, что если человек отбрасывает, и в Библии мы находим, и в Евангелии мы находим одно место Писания, когда Иисус разговаривал с фарисеями, которые отбросили, которые не приняли. И если будет время, мы можем зачитать это место. Но когда человек принимает вот этот призыв, вот это слово, которое, которое я, как я верю, оно происходит как не иначе, как от Духа, от Духа Божьего. Потому что, безусловно, это работа Духа Святого. Потому что, слово Господне нам говорит, что Дух Святой, когда Он придет, Он, первое, что Он делает, Он обличит мир во грехе, а также наставит, а также наставит на всякую истину. Это записано в Евангелии Иоанна, 16-13. Дух Святой, Он обличает. То есть, приходит обличение от Духа Святого, и тогда человек, он принимает решение, или ему принят Господа, как своего спасителя, или отбросить этот призыв. Когда он принимает это, тогда, безусловно, Дух Святой начинает работать, начинает ему объявлять, показать, что Он, как Слово Божие говорит, что все мы согрешили, и мы все лишены славы Божьей. И человек тогда, когда он принимает это, когда он слышит, Дух Святой ему это говорит, он принимает это, он делает решение. И он кается, как уже, братьям, и было сказано, и он принимает решение, и тогда Дух Святой, который входит в его сердце, и начинается как раз вот это зачатие и рождение человека. Хвала Иисусу. Если можно сказать кратко, я бы советовал всем, когда Дух Святой говорит к вашему сердцу, принимайте. То есть Дух Святой это личность, которая принимает непосредственное участие в рождении человека свыше, или от Бога. Вы знаете, я вспоминаю одну ситуацию, одну историю, это была реальная история, о которой я был свидетель. В одном служении была проповедь Евангелии, проповедь Евангелии, и был призыв к покаянию. И вот была на этих служениях одна сестра, одна женщина. Она приходила, что я заметил, потому что мы каждое воскресенье делали служение, она приходила каждое воскресенье. И вот когда шел призыв к покаянию, призыв к покаянию, она, мы видели, смотрели на ее, понимали, что ей должно родиться свыше. Ей должно родиться свыше. И вот мы видели, как бы что-то сдерживает ее, она как бы, знаете, как с пробуксовки, стоит на месте. Вот я когда-то служил в танковых войсках, и там такой был горный тормоз. Вроде, когда ты поставишь на этот горный тормоз, ты можешь нажимать на газ. Машина, она двигается, но она стоит на месте. То же самое я видел, происходило в ее жизни. И надо было сверхъестественное вмешательство не человека, не человека, но Бога, но Духа Святого. И он использовал этот момент, Дух Святой. Возле нее стоял маленький мальчик, ему было 10 лет, это был ее сын. И вы знаете, он в полголоса, я просто никогда этого не забуду, в полголоса, он поднимает свои глаза к маме кверху и говорит ей такие слова, «Мама, если ты это не сделаешь сегодня, ты это не сделаешь никогда». И вы знаете, она просто вскочила с места. Она просто вскочила с места. И она побежала и пала на колени и совершила момент покаяния перед Господом нашим Иисусом Христом. И вот о чем сегодня мы делаем с вами такой вывод, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, нам надо родиться свыше. Так говорит Библия. Нам надо родиться свыше. И вот этот вопрос, почему? Потому что сегодня много людей, они ходят в церковь, они принадлежат какой-то доминации, но стоит вопрос, так же, как стоял к Никодиму, тебе надо родиться свыше. Или другой вопрос, рожден ли ты от Бога? Здесь хорошо как раз момент подметить, что человек должен родиться. И как у человека на земле есть день рождения, так же должен человек иметь день рождения свыше. И это конкретный момент в жизни. Это не может просто так, как-то я с детства в церковь ходил, Володя. Я, например, если мы смотрим на вот эту аналогию, которую приводит Иисус Христос, мы можем, он очень интересно это приводит на примере рождения. И если смотреть на этот пример, Христос избирает именно пример рождения ребенка, то мы можем, просто смотря на этот пример, как оно происходит в физическом мире, мы можем увидеть много, что и принять для себя как уроки для духовного мира. Например, то, что рождается ребенок, он приобретает себе родителей. И также человек, который был мертв во грехах, он был рабом греха. Когда он рождается с горы, сверху, мы говорим свыше, то он приобретает нового отца, небесного отца. То есть у него становится родитель, он видит своего отца небесного. И он как бы теряет вот это рабство, в котором он находился. Еще что мы можем посмотреть на этот пример рождения, мы видим это то, что он становится теперь ребенком. То есть он теперь может называться сыном или дочерью своего отца. до этого этот человек он не был никем в этом мире. С него все смеялись, с ним не считались, но когда он рождается свыше, он приобретает как новый человек и отца, и звание в Иисусе Христе, и много разных хороших вещей, которые приносят ему хорошую благословенную жизнь. Совершенно верно, согласен. можно только еще хотел добавить, что очень важно, чтобы мы все понимали, христианин ты или ты не христианин, что не спасай, Слово Божие говорит, как мы уже читали, что не родившись свыше, не увидите Царство Небесное. Не планируй попасть в небо, если ты не был рожден свыше. И твои пожертвования, что очень хорошо, если ты даешь день не в церковь, но они не спасут тебя. Не твои пожертвования, не твоя посещаемость, не твои добрые дела. Хоть и это все есть христиан, и это хорошо, это нормально, мы этому учим. Но очень важно, чтобы все это было после рождения свыше. Ты должен родиться свыше. Хороший ответ, хороший пойнт. Я просто чувствую, как Дух Божий работает здесь в нашей студии, и мы просто благословляем людей, которые смотрят нас по ту сторону телеэкрана. Я бы хотел просто сказать, поддерживая тебя полностью, поддерживая брат Володя, твоя мысль, она была очень актуальна в том, что знаете, есть много людей, даже мы можем проанализировать свою жизнь, есть много людей, которые каждое воскресенье ходят в церковь, но чувствуют, что что-то не то, как бы обделены чем-то. И вот знаете, это подобно как сироты, как дети, когда ты не чувствуешь опеки, когда ты чувствуешь, что нету того, кого-то в твоей жизни, кто попечется тебе, кто беспокоится о тебе, это называется сиротство. Такие люди, они обделены и они нуждаются в помощи со стороны других людей. И мы это видим в миру очень часто, мы видим детей-сирот, которые на их лицах нету улыбки, больше слез, скорби. Почему? У них нету папы, у них нету мамы. И вот новое рождение это приобретение небесной семьи, это приобретение небесного отца, который знает и желает помочь своим детям. Или другими словами можем сказать, это как бы жизнь, другая жизнь, жизнь, взятая из и введенная в. И мы знаем, что мы вошли в жизнь и в тело нашего Господа Иисуса Христа. И хорошее место писания есть. Оно просто живет в моем сердце. Апостол Павел, если вы помните, 2 главе, 19 и 20 стихом говорит, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». И уже не я живу, но живет во мне Христос. Смотрите, «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Слава нашему Господу. Смотрите, что делает новое рождение. Оно влечет нас во все сферы духовной жизни. Настолько, что эта физическая жизнь для нас тогда уже приобретает второстепенное значение. Люди имеют все, но не имеют удовлетворения. Один человек, он был владельцем большого рынка, и мы стояли с моим другом, и он говорит, мы так, по-простому, по-человечески, завидовали ему, говорили, ну, ты молодец, так раскрутился, как ты сумел это сделать? А он мне говорит, что с того, что я имею все, если у меня нету мира в сердце, если я имею переживания, у него были трудности со здоровьем, и я понял, я был тогда молод, и я понял, существует иная жизнь, жизнь в Боге, слава Иисусу, но хотел бы, дорогие друзья, сегодня просто, или этот вопрос, он вводит нас в другой вопрос, прекрасный вопрос, на каких основаниях возникает вопрос, снова, для того, что мне или человеку все-таки надо родиться свыше, что ну как бы стучит, или что говорит человеку о том, что все-таки ему нужно свидетельство нового рождения. Мы живем такое время, мы видим, как сегодня особенно процветает вот эта проблема депрессии. Мы видим сегодня, как много существует самоубийств, как люди, они просто не могут найти себя, не могут найти удовольствия в жизни, не могут найти цели в жизни. И люди стараются и заменяют вот эту жизнь, новую жизнь разными такими дешевыми заменниками. Они некоторые злоупотребляют спиртным, некоторые используют таблетки, антидепрессанты, некоторые увлекаются музыкой, разные ищут увлечения, чтобы как-то немножко эту боль, которая существует в их сердце, преуменьшить. Но вы знаете, человеком не может это все заглушить вот этими вещами, которые есть временными. И поэтому человек, если он не рожден свыше, он просто будет мучиться, и поэтому человеку нужно найти вот этот выход. И единственный выход из этой жизни, которая такая является серой, она может выглядеть цветной, на экранах нам часто показывают красивые цветные рекламы, красивые фильмы богатых людей, но на самом деле эти люди часто живут в больших духовных проблемах, одиночествах. Например, иногда смотришь человека, он знаменитая звезда Голливуда или знаменитый певец, и ты видишь его всегда на сцене, он всегда улыбается, он всегда счастлив, но потом узнаешь, что этот человек, он покончил самоубийством, или этот человек, что-то случилось с ним, и ты думаешь, как? Он же, я про него знал только все хорошее, я знал, что он такой успешный бизнесмен, я знал, что он такой счастливый человек, я ему так завидовал, но ты узнаешь и думаешь, почему так? И мы все приходим только к одному такому conclusion, да, знаменателю, что все-таки ничего в этой жизни не может заменить истинного, истинной радости, истинного, это то, что приносит с собой рождение свыше. Ну, это хороший ответ, но встречали вы людей, которые говорят, ну, я никого не убил, и я не выпиваю, и вообще в моей жизни, и в моей семье это не принято. Очень много людей, очень много людей, которые не принимают как раз Иисуса Христа, это как бы, как говорят американцы, это экскюз, как бы, много людей, которые сегодня говорят, ну, я нормальный человек, интеллигентный человек, это отговорка. Я говорю о том, что должен быть такой point, такое основание, которое бы прожектором ударило в жизнь этого человека, и он осознал, что ему все-таки нужно рождение свыше. безусловно, это исходит изнутри человека, потому что если навязать это, никому невозможно. Возможно, как уже брат Володя говорил, возможно, я хочу дополнить, какая-то есть, иногда люди приходят к Богу, потому что есть какая-то трагедия, или что-то случается с их детьми, то, что мы видим в последнее время. Но сегодня, если мы можем говорить о неверующих людях и о верующих людях, особенно это происходит, скажем, часто очень с людьми, которые теряют что-то, или которые смотрят и не могут просто, они готовы взять это время на себя, когда их дети попадают в какую-то зависимость. Очень часто люди, которые приходят, я встречался очень часто с такими людьми, которые приходят именно через вот такие проблемы к Богу, потому что они не находят ответа. Скажу тебе, что очень большая процентность людей прихода в церковь и переживания покаяния, оно под влиянием проблем или каких-то трудных ситуаций. А если можно добавить, а у кого жизнь без проблем? Совершенно верно. Если ты живешь на этой земле, значит у тебя есть проблемы, есть вопросы, и когда выключается свет, все идут по домам, твои друзья, или ты на сцене, или ты на бизнесе, и когда ты ложишься спать, вот когда никого нет, мне кажется, если человек есть честный сам с собой, он понимает, если он, кстати, не под каким-то влиянием, что его сразу вырубило, он понимает, что у него недостает мира. И Слово Божье говорит, мир, который я даю вам, этот мир, то есть в этом мире ты не можешь его получить, он только приходит с неба, и каждая душа, она ищет это, только к сожалению, не всегда они слышат хорошие программы, Слово Божье, часто они попадают на разные дороги, буддизма, или может излама, или других религий, и они стараются там найти, но мы знаем, что Слово Божье через Иисуса Христа обещает нам этот мир. То есть когда все встает на круги своя, человек приходит к одному пониманию то, что он понимает, что ему нужны изменения. Ему нужны изменения. Это так точно. И вот апостол Павел к римлянам в 3 главе пишет, он говорит, как написано, нет праведного ни одного. Это 10 стихом. 12 стихом он пишет, все совратились с пути. Нет делающего добро. Нам иногда, дорогие друзья, только кажется, что мы делаем добро. Нам иногда только кажется, что наша жизнь в порядке. Но как мы сказали, когда все уходят, и мы стоим перед фактом, вот наедине мы понимаем, что не все в порядке. И поэтому как раз вот это, потому что Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Все лишены. Все лишены. И вот, дорогие друзья, но когда вот приходит рождение, вот человек принял рождение свыше, родился от Господа, вот какой сегодня есть показатель для него, что действительно что-то пришло новое в его жизнь, какой есть показатель, что свидетельствует другими словами о том, что он рожден свыше. В Слове Божьем мы читаем о таких вещах, как плоды духа. И там есть много разных перечислений того, что свидетельствует того, что мы действительно являемся детьми Божьими. Потому что мы можем себя называть христианами и Слово Божье даже говорит, что в последнее время придут многие к Богу и скажут, ну мы же делали чудеса, мы же изгоняли демонов, мы же сделали столько хороших дел, но Господь скажет, уйдите, я никогда вас не знал. То есть мы должны действительно видеть, что происходит перемена и перемена не просто видимая, формальная, а действительно плоды твоей жизни, когда ты своей жизнью, своим поведением показываешь действительно, что ты рожден, не просто твой тайтл, не просто твое положение в церкви, а действительно и это особенно мы должны видеть не только в церкви, а больше времени мы проводим на работе, в школе, мы больше времени проводим в машине, мы больше времени проводим с друзьями, именно там мы себя проявляем и показываем и можем видеть, действительно ли я являюсь рожденным свыше человеком не забудьте друзья этот вопрос мы обязательно вернемся к этому вопросу еще но сейчас я в студию приглашаю сестру юлию к тьме глубокой для надежды места нет искала я в смятении лишь один ответ но кто мне скажет куда же дальше мне идти где покой могу душе своей найти страха я смогла прийти присутствие его святое место место милости бегу я бегу я бегу к престолу милости где иисус покроет сказал он все мои грехи и кровью омой и исцелить все раны бегу к престолу милости бегу к престолу милости не знаешь что есть надежда там где ты живешь лишь во христе покой душе своей найдешь утомленный и измученный грехом беги в объятия любви в отцовский дом бюджет нDS May Твои грехи и кровью омолят и исцелить все раны. Беги к престолу милости, беги к престолу милости. Без страха можешь ты прийти в присутствие Его, святое место, место милости Его. Беги же, беги же, беги к престолу милости, Где Иисус покроет, сказал Он все Твои грехи. И кровью омолят и исцелить все раны. Беги к престолу милости, беги к престолу. Беги же, беги же, беги к престолу милости, Где Иисус покроет, сказал Он все Твои грехи. И кровью омолят и исцелить все раны. Беги к престолу милости, беги к престолу милости. И мы рассуждаем над темой рождение свыше или новое рождение. Мы говорили о том, что рождение свыше имеет показатели. Мы говорили о том, что внутренние и внешние показатели, они существуют. И человек, который рожден свыше, он обязательно знает об этом и уверен в этом. И также люди, которые живут вместе с нами, они видят эти изменения. Мы переходим к другому вопросу, который сегодня стоит в моей жизни. Я бы хотел, чтобы мы с вами кратенько, кратенько, но все же поделились об этом с нашими телезрителями. Где можно, где найти это место, где можно приобрести новое рождение? Существует ли это место на земле? Если у вас есть ответ, кратенько, пожалуйста, скажите. Безусловно, это место существует. Я думаю, что каждый верующий, которого спросить, которому задать такой вопрос, он сразу ответит. Каждый возрожденный или рожденный от Бога, от Духа человек. Это место у Иисуса Христа. Амин! И мы все вместе согласились. Я советую просто людям еще раз, чтобы, когда ты слышишь, дорогой друг, когда ты слышишь вот этот призыв, когда ты от кого-то услышал, это не просто так. Этот Дух Святой, Он тебя просто тревожит. Он говорит тебе, что надо тебе изменения. И ищи церковь, ищи друзей, которые тебе, возможно, больше дадут информации, расскажут больше об Иисусе, у которого именно у Него только есть этот ответ и это рождение. То есть Никодим, Он ночью пришел к Иисусу Христу. Мы находим много свидетельств в Писании, где люди, приходя к Иисусу, они получали от Него то, что просили. Они получали удовлетворение ихних прошений. Дорогой телезритель, мы желаем, чтобы сегодня Иисус Христос пришел в жизнь твою. Амин! Приходит к заключению наша передача. Мы очень скоро выйдем из эфира, но мы желаем молиться вместе с тобою. И когда мои братья, они, подняв свои руки в твою сторону, в сторону телеэкранов, будут молиться. Я хочу... делайте это, братья, молитесь. Я хочу сказать тебе несколько слов. Тебе должно родиться свыше. Только Иисус Христос, это Тот, Кто имеет власть, и Его власть, как на небе, так и на земле. И Он имеет сегодня силу для того, чтобы изменить жизнь живущего на этой земле. И в нем каждый верующий в Немо приобретает жизнь вечную. А в Его лице Отца Небесного, Который знает, как помочь. Будь благословен, будь счастлив и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok